В данном видео мы разберёмся, какие персонажи серии игр Half-Life самые злые. Вы узнаете историю четырёх антигероев и одной организации. Всем привет, вы на канале Барта. Если вам понравится видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Но сразу скажу, будет очень интересно и атмосферно. Погнали! А вообще, любой рассказ о мире Half-Life был бы неполным, без упоминания боевого вертолёта, который встречается главному герою. Думаю, порулить таким монстром было бы одно удовольствие, ведь там и пулемёт есть и ракетное вооружение. А вот где это сделать действительно можно, так это War Thunder. Ведь это масштабный онлайн-экшен для ПК и консолей с огромнейшим разнообразием военной техники. От вертолётов типа Ми-24 или Апач до боевых катеров и танков. Встречайте противника на воде, земле и воздухе. Наслаждайтесь не только его уничтожением, но и уникальным геймплеем, графикой и возможностью разобрать вражеский танк до винтика. Сделайте свой анигилятор действительно особенным, прокачивая технику дополнительными модулями и кастомизируя внешний вид. К тому же вам точно понравится свежее обновление, активный поиск. В нём появилась авиация Бенелюкса, знаменитый самолёт Фокер, две новые карты, загадочная долина и Берингово море для авиационных и морских сражений. Новые ракеты с активным самонаведением и много чего ещё. Так что самое время скачивать War Thunder бесплатно, по ссылке в описании. Все новые игроки и те, кто не заходил в игру полгода и более, получат крутейшие бонусы. Самолёт Ла-5 и танк Т-34 в аренду на неделю и уникальные скины для них в подарок. Топовый декоратор Ярос Медведя, 100 тысяч серебра, три премиумные машины, неделю премиум аккаунта и другие подарки. И поспешите, сезон бонусов с советской техникой скоро закончится. Начать это видео однозначно стоит с Альянса. Это абсолютное зло и главный антагонист Half-Life 2 и эпизодах. Из-за Альянса Земля была практически полностью уничтожена, и именно благодаря этой организации появились другие злодеи, о которых будет рассказано в этом видео. Итак, Альянс – это могущественная межгалактическая империя, которая захватывает не то что планеты, а целые миры и Вселенные. Главная цель организации – порабощение всего космоса и всей мультивселенной. На сегодняшний день неизвестно точное число подконтрольных планет, и также неизвестно, где располагается столичный мир Альянса, и какая инопланетная раса представляется главным правителем. Армия Альянса способна быстро адаптироваться к любым условиям окружающей среды, так как она состоит из синтетов. Синтеты – это живые существа, которые подверглись биоинженерии. На каждой порабощенной планете Альянс определял доминирующий вид живых существ, и после создавал на их основе суперсолдат. Продуктом биоинженерии на Земле стали комбайны – люди-киборги, ставшие безвольными солдатами Альянса. В событиях первых Half-Life в научно-исследовательском центре Черная Меза произошла катастрофа. Там изучали природу телепортации, но, как мы знаем, все пошло не по плану. В результате неудачного эксперимента произошла вспышка портальных штормов, которые вызвали нарушения в пространстве времени. Это событие привлекло внимание Альянса, который воспользовался пространственным разломом и вторгся на Землю. Альянс оказался настолько силен, что на захват Земли инопланетянам потребовалось всего 7 часов. После произошла капитуляция. Директор Черной Мезы Уоллес Брин выступил переговорщиком с пришельцами. По договору, остатки землян полностью подчинились Альянсу, а Брин стал своеобразным наместником, марионеточным правителем. С этого момента в мире Half-Life начались темные времена. Во-первых, следуя привычной тактике, Альянс определил человека доминирующим видом на Земле и стал формировать из людей подконтрольную армию киборгов. С помощью биоинженерии у подопытных стиралась память, подавлялась воля и модифицировались внутренние органы. В результате человек становился безвольным солдатом, спрекословно выполняющим любые приказания. Во-вторых, Альянс активировал специальное подавляющее поле, которое блокировало репродуктивные функции человечества. Как следствие, в событиях Half-Life 2 нет ни одного ребенка, и представленное поколение могло стать последним. Это говорит о том, что Альянс планировал бросить Землю после выкачки всех ресурсов. В-третьих, те люди, которые не стали основой для киборгов, подвергались промывке мозгов, и у них также стиралась память. Альянс добавлял что-то в воду, и люди все забывали. Не пейте воду! Они что-то туда подсыпают, чтобы мы ничего не помнили! Я даже не помню, как я сюда попал! Альянс представлен на Земле большим количеством синтетов. Для того, чтобы подчеркнуть биологическую природу этих существ, дизайн большинства из них напоминает ракообразных и насекомых. Посмотрите на Страйдера, огромного монстра-паука, вооруженного пулеметом и аннигиляторной пушкой. Обратите также внимание на транспортера и штурмовика. Это летающие синтеты, похожие на морских обитателей. Когда-то планеты этих существ были захвачены Альянсом, и теперь они стали зомбированными солдатами. Самое жуткое, что синтеты, хоть и являются биологическими киборгами, эти существа по-прежнему чувствуют боль и испытывают эмоции. СОВЕТНИКИ Главные представители Альянса на Земле – это Советники. Жуткие существа, напоминающие личинок. Они скрыты от посторонних глаз и тайно управляют Землей через Лолиса Брина. У Советников есть способности левитации, телекинеза и телепатии. Большую часть времени они находятся в специальных капсулах жизнеобеспечения, но в зависимости от ситуации могут покинуть свой кокон. До сих пор неизвестно, являются ли Советники главными в Альянсе, или это всего лишь еще одна подчиненная инопланетная раса, которая выполняет административные функции на захваченных планетах. Третья часть Half-Life должна была ответить на эти вопросы. Конечная цель Альянса на Земле – это похищение научных технологий и природных ресурсов. Инопланетяне забирают даже воду. Посмотрите, как обмелело море. Береговая линия усеяна лодками и кораблями. В подарочной книге Half-Life 2, поднимая планку, описывается разработка игры, и там упоминается, что Альянс организовал гигантский сток, который с помощью телепорта отправляет воду на другие порабощенные планеты. Еще разработчики планировали создать промышленный объект под названием воздухообмен, который должен был постепенно поглощать воздух Земли, заменяя его химикатами и газами. Эти газы были вредны для людей, но, скорее всего, идеально подходили для среды, в которой могли жить правители Альянса. Хоть от этой идеи и отказались, она все равно показывает зло этих пришельцев. Еще одна важная причина нападения на Землю – это технологии локальной телепортации. Альянс разработал свой телепорт, позволяющий путешествовать из одной вселенной в другую. У него был ряд минусов. Во-первых, данное устройство не могло телепортировать в пределах одной вселенной. А во-вторых, для работы требовалось невероятно много энергии. В то же время, телепорт, разработанный на Земле, был компактным, неэнергозатратным и питался от обычной электрической сети. Как вы понимаете, эта технология сильно заинтересовала инопланетян. В итоге, можно с уверенностью сказать, что Альянс – это абсолютное зло мира Half-Life. Инопланетяне уничтожили половину Земли, превратив ее в пустошь. Альянс стал фундаментом, на котором появились другие злодеи. О них будет рассказано дальше. Уоллес Брин – человек, который настоял на сдаче Земли. Этот предатель считается многими фанатами Half-Life настоящим злодеем. Но есть некоторые детали, которые говорят о неоднозначности этого персонажа. Давайте разбираться. Известно, что Брин был администратором Черной Мезы. Существует теория, что он лично общался с Джименом и получил от него нестабильный кристалл из Зена, который спровоцировал каскадный резонанс. Перед экспериментом от ученых можно услышать такую фразу. Ученые предупреждали, что с оборудованием что-то не так, и эксперимент лучше перенести. Но дальше вы знаете. Все взорвалось. Открылся портал в параллельный мир Зен. Инопланетяне хлынули на Землю. И в Черной Мезе начался хаос. Дальше хуже. После катастрофы Альянс атаковал Землю. Здесь Брин тоже отличился. В самый критический момент противостояния он выступил переговорщиком и в буквальном смысле сдал Землю пришельцам. Остается за кадром, почему именно этот человек взял на себя такую ответственность. Инопланетяне сделали из Брина марионетку. Он 20 лет руководил остатками человечества, выполняя все приказания Альянса. Поражает тот факт, что Уоллес абсолютно убежден в правильности своих действий. Он постоянно говорит людям, что осада пришельцев – это благо. И вообще скоро человечество станет бессмертным. Выжившие ученые из Черной Мезы, Илай Вэнс и доктор Клейнер, подпольно организовали сопротивление и параллельно с этим вели разработку локального телепорта. Именно эта технология больше всего интересовала Альянс. Брин поступил в своем стиле. Он использовал Джудит Моссман, тоже ученый из Черной Мезы, как своего тайного агента. Она внедрилась к сопротивлению и передавала данные о разработке телепорта. Когда в Сити-17 появляется Гордон Фримен, Брин объявляет на него настоящую охоту. Он знает, что Гордон в какой-то степени работает на Джимена и намеками пытается переманить его на свою сторону. Ну как, доктор Фримен? Вы когда-нибудь мечтали о более выгодной сделке? В конце игры Гордон настигает Брина на самой вершине цитадели. Злодей пытается сбежать, используя телепорт Альянса. Но Фримен взрывает ядро темного синтеза, и Лив с администратором падает вниз. И хотя дальнейшая судьба этого скользкого персонажа неизвестна, можно предположить, что ничего хорошего с ним не произошло. Существует теория, что Альянс поместил его сознание в тело советника. Жизнь по ту сторону портала невозможна. По характеру доктор Брин представляется эгоистичным нарциссом, который на полном серьезе считает, что он спас человечество. Он манипулирует людьми, заставляя их работать на себя. Брин не лишен зворадства и до самого конца торгуется. Я нужен вам! Элай Вэнс презирает его, считая, что Брин продался Альянсу за счет всего человечества. В свою очередь, Уоллес убеждал Элая присоединиться к нему и говорил, что такого шанса никто другой бы не получил. Знаете, как называется газировка, с помощью которой Альянс стирает память людям? Личные резервы доктора Брина. Мне кажется, этот факт многое говорит о характере этого персонажа. И все-таки, доктор Брин это герой или злодей? Он сдал Землю Альянсу, допустил ужаснейший эксперимент в Черной Мезе и при этом считает себя спасителем планеты. Как к этому относиться? Некоторые игроки считают, что благодаря ему человечество смогло выжить. Хоть и с большими потерями, но выжить. Есть мнение, что Альянс мог просто уничтожить всю планету, а так хоть кто-то спасся. Но почему он дал добро на опыты в Черной Мезе с кристаллом от Джимена? Его ведь предупреждали сотрудники, что может случиться катастрофа. Скорее всего, Брин сделал это не по своей воле. Джимен мог запугать его, как сделал это с Гордоном в концовке первой Half-Life, предложив безальтернативный выбор. В противном случае, я предложу вам битву, в которой у вас нет шансов на победу. Также есть теория, что доктор Брин специально допустил неудачный эксперимент, чтобы Альянс проник на Землю и назначил его самым главным. Но постойте, разве Джимен, который заинтересован в каскадном резонансе и Альянс заодно? Думаю, что нет. Таинственный незнакомец играет под своим правилом, и мы до сих пор не знаем, кто его работодатель. В любом случае, доктор Брин – это жертва. Им манипулировал сначала Джимен, а потом Альянс. Он оказался настолько глуп, что поверил в собственную ложь о спасении Земли и ждал бессмертия от своих покровителей. Но для большинства фанатов и простых игроков, Уоллес Брин навсегда останется жалким злодеем. Еще в первом Half-Life разработчики хотели ввести в сюжет женского персонажа-ученую, которая должна была предать главного героя, заманив его в ловушку. Эта идея была реализована только во второй части и нашла свое отражение в Джудит Моссман. Джудит – выдающаяся ученая, которая работала в Черной Мезе. Она подавала большие надежды и даже устраивалась на ту же должность, что и Фримен, но проиграла ему по опыту, и за Гордона лично поручился доктор Клейнер. Эта героиня была придумана сценаристами специально для Half-Life 2, и поэтому в первой части ее нельзя увидеть, и о ней никто не говорит. После захвата Земли, Джудит Моссман примкнула к сопротивлению, где вместе с Элайем Вэнсом и прочими учеными трудилась в Восточной Черной Мезе. Долгие годы никто не подозревал, что она шпионила в пользу Альянса, передавая все разработки лично Уоллесу Брину. Благодаря ей Альянс мог построить локальный телепортатор, который, впрочем, был намного хуже, чем устройство доктора Клейнера. Он занимал большое пространство, требовал много энергии и очень долго перезагружался. Джудит должна была сдать Фримена Альянсу, как только тот прибудет в Восточную Черную Мезу. Однако Гордону удается бежать, и в лапы комбайна попадает Элай Вэнс. А ее предательство впервые становится известно в Новопроспект. Этот вопрос не обсуждается, доктор Моссман. Пожалуйста, доктор. Сожалею, Джудит. Нет времени. Черт, вы ее побрал? Я не верю! Переломный момент в характере Джудит происходит в Цитадели. Фримен, Элай и Алекс пойманы. Казалось, что все кончено. Но как только Моссман узнает, что Бринн собирается избавиться от Троицы, переместив их в родной мир Альянса, она, колебаясь, спасает героев. Они знают, что ты их предала. Они отомстят. Джудит! Доктор Моссман, пожалуйста! Прости, Уоллес. Твое время вышло. Известно, что потом Джудит отправляется в Арктику. Там был обнаружен корабль Борей, содержащий очень мощные и опасные технологии. Они могут стать оружием в войне с Альянсом. Джудит Моссман создает впечатление хитрой и не слишком приветливой женщины. В ней заметна высокомерие, она не ладит с Алекс Вэнс и ревнует ее Кылаю. Хоть она и рада появлению доктора Фримена в Восточной Черной Мезе, не будем забывать, что она должна была сдать его Альянсу. По словам Алекс, Моссман обижена на Фримена. Итак, ты теперь знаком с доктором Моссман. Слышал бы ты ее жужжание о том, что это она должна была быть в тестовой камере Черной Мезы. Извини, я не должна сплетничать за ее спиной. Меня просто слегка мучает клаустрофобия. Характер Моссман не успел раскрыться, и больше о ней мы должны были узнать в третьем эпизоде. Да, можно сказать, что Джудит – это предатель. Она долго шпионила, и благодаря ей Альянс завладел технологией локальной телепортации. К чему это могло привести, можно только догадываться. Но тем не менее, в критический момент она спасла героев. Поэтому как к ней относиться? Можно ли сказать, что она окончательно перешла на сторону сопротивления? Скорее всего, да. Она пыталась любыми способами сохранить жизнь любимого Илая. Если бы не двойная игра, ученые сопротивления не смогли продержаться столько лет, и вряд ли бы дождались возвращения Гордона Фримена. Но здесь другой вопрос. Стала бы она рисковать, если бы не любила Илая? Может быть, она просто влюбленная эгоистка? Нихиланд – это огромное, очень сильное существо. Главный антагонист первой Half-Life. К сожалению, разработчики не раскрыли его историю, но какие-то крупицы информации все же есть. Нихиланд – это единственный представитель своего вида. Известно, что Альянс захватил родной мир этого существа, полностью уничтожив его расу. Монстр бежал и нашел свое пристанище в пограничном мире Зен. Я не смогу детально это объяснить, но если простыми словами, Зен – это некая плоскость между измерениями. И вообще, в комментариях вы, наверное, лучше меня ответите на этот вопрос. Последний я остался последний. Нихиланд спасся в Зене со своими приспешниками – контролерами. С существами, владеющими способностями телепатии и левитации. Важно добавить, что ранее в Зене скрылась от Альянса еще одна инопланетная раса – вартигонты. Эти небольшие инопланетяне миролюбивы и очень социальны. Казалось бы, оба ваших мира в руках Альянса. Объединяйтесь. Но нет, Нихиланд поработил вартигонтов, сделав из них служителей. Они тяжело трудятся на заводах, которые производят пехотинцев – основную боевую единицу сил Нихиланта. Эта часть лора очень плохо освещена, поэтому будем просто знать, что Нихиланд создавал собственную армию. Ученые из Черной Мезы изучали концепцию телепортации и открыли портал в Зен. Они осуществляли туда вылазки, где добывали образцы флоры и фауну для исследований. Нихиланту это не нравилось, он считал людей ворами, и часть сотрудников погибала от лап инопланетян. Дальше – каскадный резонанс и открытие портальных штормов на Земле. Нихиланд воспользовался этой катастрофой, пришельцы атаковали Землю, Черная Меза первой попала под удар. Нихиланд чрезвычайно силен, он контролирует всех существ в Зене, умеет летать и стреляет энергетическими сферами. Но все равно он оказался слабее игрока. Вернее, Гордона Фримена, который в одиночку смог одолеть это жуткое существо. Внешне Нихиланд напоминает младенца с огромной головой. Она настолько большая, что ее поддерживает специальный шнур, который тянется от основания позвоночника до затылка. Но самое жуткое, что Альянс, похоже, успел провести опыт над этим существом. Обратите внимание, что Нихиланд носит кандалы, как будто он успел побыть заключенным. Но после порабощения вортигонтов он не вызывает сочувствия и представляется самым настоящим злодеем. Главная особенность Нихиланта – владение природной телепортацией. Во время боя с Фрименом, монстр обрушает на Гордона технику и другие предметы из пространственных разломов. Как именно ему это удается, неизвестно. Видимо, локальная телепортация активируется силой мысли. Очень важный момент. Кажется, что Нихиланд тоже знает о Джимене. Об этом говорят телепатические сообщения, которые слышит Фримен в Зене. К сожалению, разработчики не объясняют этот сюжетный момент. Нихиланд был заметен под ковер, и в последующих играх о нем кратко упоминают только вортигонты. Да и на мой взгляд, его жуткий внешний вид можно объяснить обычным желанием разработчиков создать страшного босса. Джимен – это самый мрачный, мистический и загадочный персонаж вселенной Half-Life. У него явные черты антагониста. Он манипулировал Гордоном Фрименом, Уоллесом Брином и Алекс Вэнс. Мы не знаем, откуда он пришел и какие у него цели, а разработчики не рассказывают о нем вот уже 20 лет. Джимен выглядит как обычный человек из правительства. Он носит синий костюм и всегда ходит с небольшим чемоданчиком. Насколько непримечательно он выглядит, настолько же безграничны его возможности. Джимен способен телепортироваться в пространстве, останавливать время и даже менять ход событий. Как он это делает, неизвестно. Какие задачи перед ним стоят, тоже неведомо. Он незримый сценарист Half-Life, тот, кто запускает цепочки событий. В первой Half-Life Джимен ответственен за каскадный резонанс. Накануне неудачного эксперимента он прибыл в Черную Мезу и передал Уоллесу Брину кристалл из Зена. Он убедил его начать исследование на повышенных мощностях, хотя многие ученые были против. В сюжете второй части Джимен освобождает Фримена из стазиса и на протяжении всей игры не только наблюдает за ним, но еще и подталкивает к определенным действиям. В Half-Life Alyx он и вовсе переписал историю, наняв Аликс Вэнс в обмен на спасение Илая. Да, Джимену всегда нужны пешки. Он нанимает определенных персонажей и держит их в стазисе, до момента, пока они не будут полезны, а после манипулирует героями так, как захочет. Так как это у него получается? Вартигонты – единственный, кто может составить конкуренцию Джимену по способностям. Они также умеют телепортироваться и могут полностью излечить раненого человека. Как они это делают? Благодаря вартиссенции – энергии, которая окутывает всю Вселенную. Вартигонты научились управлять этой силой. Посмотрите, как в первом эпизоде они защищают Фримена от влияния Джимена, и в этой части таинственный незнакомец почти не появляется. Он продолжил манипулировать Гордоном только в тот момент, когда вартигонты были заняты спасением Аликс. Мне пришлось дождаться момента, когда ваши друзья не смогут нам. В Half-Life Alyx Джимен был заточен в тюрьме Альянса, которую питала энергия вартигонтов. Опять подтверждение, что это единственные существа, которые могут с ним справиться. Но интересно, что Нихиланд также имел отношение к вартиссенции. Он обладал теми же способностями, что и вартигонты – телепатией и телепортацией. И самое главное – Нихиланд знал о Джимене, и я уверен, что между ними был конфликт. Поэтому произошел каскадный резонанс. Джиммен подстроил катастрофу, чтобы руками Гордона Фримена убрать конкурента по способностям. Джиммен скрыт от простых людей, и о нем знают только некоторые персонажи. Например, Илай Вэнс, которого он предупредил перед катастрофой в Черной Мезе. Илай рассказал Гордону, что колебался перед началом исследования. Кристалл, который предоставил человек в синем костюме, был самым большим из когда-либо найденных в Зене. Ученый хотел остановить эксперимент, но почему-то не стал этого делать. Возможно, он до сих пор испытывает чувство вины. Джиммен также мог манипулировать администратором Черной Мезы, Уоллесом Брином. Не было никаких оснований для проведения такого рискованного эксперимента, но Брин все же на нем настоял. В событиях второй части Уоллес намекает Гордону, что знает о его нанимателе. Эдриан Шепард, герой Half-Life of Posting Force. Много раз сталкивался с Джимменом, и в конце был оставлен им в стазисе. Конечно же, Алекс Вэнс. Джиммен спас ее маленькой из горящей Черной Мезы, и позже предложил ей выбор, от которого нельзя было отказаться. Что, если я предложу вам нечто, что вам нужно, но о чем вы не знаете? Освободите отца, мисс Вэнс. О Джиммене знает и Альянс, в котором видит большую угрозу. Поэтому он был схвачен и заперт в тюрьме, питаемой вартигонтами. Как уже было сказано, Джиммен может изменять прошлое, однако он это делает только с позволения своих работодателей. Кто они? Может это зло похлеще Альянса? К сожалению, ни у кого нет ответа на этот вопрос. Джиммен – это один из главных секретов видеоигр в принципе. Великий манипулятор, фразы которого разошлись на цитаты. У него есть одна важная функция в реальной жизни. Благодаря ему разработчики смогут изменять сюжеты столько раз, сколько захотят. Возрождение Илая тому пример, и это выглядит не топорно, а наоборот мастерски обыграно с точки зрения лора. Джиммен жуткий и без сомнения недобрый персонаж, на котором строится вся атмосфера Half-Life.